Всем привет, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодня на канале долгожданный обзор на игру Summoner War Chronicles. Это мой первый обзор игр-сервисов, я их буду называть именно так, и поджанра игр-сервисов MMORPG. Что это вообще такое, игры-сервисы, будет отдельный ролик. Как я это вижу, как это видит индустрия, но об этом мы поговорим поподробнее. Сегодня наше всё внимание будет приковано к игре Summoner War Chronicles. Что в ней хорошего? Что плохого? Какие подводные камни? На чём можно играть? Как лучше играть? В общем, за месяц игры у меня сложилось уже довольно-таки обширное мнение по всем нюансам, и пройдёмся мы, можно сказать, досконально. Обзор, я думаю, получится довольно-таки большой, поэтому приготовьте вкусняшек, затаритесь чаем, кофом или ещё каким-нибудь вкусненьким какао. И приступайте к просмотру. Погнали! Давайте немножечко начнём со скучной терминологии. Вообще, что вы понимали, что я подразумеваю под названием игры-сервисы. Это Game as a Service. Сокращённо бывает, это пишется как Gas. Не надо ни с чем путать, термин появился довольно-таки давно. Ну как давно? Относительно в индустрии где-то около 10 лет. Когда-то были это игры по подписке, сейчас, как я люблю в игровой индустрии, всё мутирует. Самая, как говорится, огромная мутация началась, наверное, с того самого момента, когда нам под видом устных фри-то-плейных игр начали подавать странные штуки с какими-то минимальными транзакциями. Но наша эту игру делала лучше, и нам это нравилось. И товарищи, которые занимаются мобильным геймингом, активно это продвигают. И многие не понимают. Обычный термин звучит так. Что это? Очередная донатная гача? Или это очередная донатная помоечка? Фу, боже, как в это играть? Зачем этих игр миллион наплодили? Они ничем друг от друга не отличаются. Бла! Как это вообще? Как-то, как это, как разгрести это невероятные Авдеевые конюшни всех этих бесплатных игр? Но знаете, Summoner War оказалась действительно фиалкой в этом, в этой той самой, в этих самых конюшнях. И я, наверное, поясню, почему я так думаю. За последние два года я прошел довольно-таки очень большой путь. В постижение, в дзена, так сказать, всех этих игр, поверьте. Я спускался на самую глубину всего того. Ну, я не говорю про игры, такие как Genshin, потому что это все-таки, я их не считаю каким-то мультиплеерным составляющим. Это больше кооперативные игры для какого-то более фана развлечений. Я имею в виду, вот, моим, так сказать, амбассадором всего становится такая игра, как Lineage 2 Mobile. Вот с нее все и началось, мое похождение по игре сервисам. И за последующие где-то примерно года два я на себе протестировал их довольно-таки большое количество. Выводы какие-то сделал, посмотрел, в чем плюсы, в чем минусы. Мне было интересно, как разработчик внедряет какие-то новшества, как-то изменяет подход к клиенту, так вот оно уже к игроку. Чем завлекает-то вообще? Что для нас становится основным? И, как говорится, немножко полив воды, я перейду сейчас к полному обзору всех сервисов, которые предоставляет игра Smoner Wars. Пройдемся по всем активностям. Расскажу о плюсах и минусах. Так что, слушаем. Знаете, каждый раз, когда я вхожу в подобную игру, у меня есть уже примерный план, как и что нужно здесь посмотреть, чтобы сделать уже очень быстрые выводы и в большинстве случаев ливнуть из этой игры, да побыстрее. Потому что, как я уже говорил ранее, многие игры просто на себя похожи, копируют друг друга. А знаете, за последний год вышло их довольно-таки много. Вообще, чем же меня изначально привлек Smoner War Chronicles? Во-первых, эта игра у меня была на слуху. Как ни странно, какие-то записи о ней я даже у себя нашел. Потому что когда-то очень давно играл в такую игру, как Sky Arena. Но, правда, играл я в нее недолго, так как на тот момент мне показалось, что это довольно-таки слишком мультяшная игра. Как-то вот это вот выставлять персонажа, чтобы они дрались. Я такой, да ну, бред какой-то. В общем, не зашла, и я тогда выбрал свой полно в Sky Arena. Но это все лирика. Мне показался интересен тот факт, что разработчики Smoner War Chronicles, корейская студия, Come to Us Group, там довольно-таки большое объединение. Оно делало игры в основном, конечно же, на смартфоны. И студия довольно-таки давняя, и Sky Arena выстрелила в них. Это один из популярнейших тайтлов. Но, опять же, именно то, что это корейская игра, привлекло меня в первую очередь. Вы знаете, я люблю корейские игры. Провожу в них большую часть своего времени. Че ж уж поделать. 9 марта, то есть примерно 2,5 недели назад, даже уже, можно сказать, ты куда 2,5, уже 3 недели назад. Я такой, да, я попробую. На стриме зашел, начал разбираться, и увидел с самого начала интересные нововведения. Нововведения, которые, в принципе, к сожалению, подкрепились стандартным распределением гендера. Но, думаю, почему бы, собственно, и нет. Сейчас, на данный момент, в игре 3 класса. Это Хиллер Шакина, это Магичка Орби и Танк Лив. И в скором времени нам ведут еще Лучницу. У нас будет еще 4 класс, опять девочка. Гендер Лог, это для меня вообще больная тема. И, конечно, хотя я прекрасно могу играть в таких играх за любого персонажа, в этот раз я решил попробовать поиграть за Танка. Что оно себя представляет? Так как в подобных играх команды формируются, исходя из того, что у тебя есть 3 монстра, которые бегают с тобой. И ты как основной персонаж, который, по сути, заменяет этого монстра. И вы, соответственно, такую мощную пачку сформировываете с дебафами, бафами и прочими-прочими другими приколюхами, чтобы выдать максимальный ДПС. Но это если вкратце, вдаваясь в подробности. На самом старте прошло такое быстренькое обучение, что нажимать, чтобы прыгать. Кстати, в игре есть прыжок. Если вы, кстати, знаете, зачем в этой игре прыжок и почему он существует, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что на протяжении всей почти месяца игры этот прыжок нужен лишь только для того, чтобы нажимать клавишу Z и прыгать. Это, кстати, одно из нововведений. Кстати, привет, L2 Mobile. Чё по прыжкам нету, да? Ха-ха-ха. А вот, посмотрите, взяли другие корейцы и внедрили прыжок в игре. Правда, он бесполезный, но про прыжок, я надеюсь, уже вы поняли. Итак, с самого начала, чем эта игрушка уже стала меня привлекать, естественно, вам даются какие-то первоначальные роллы. Вы все прекрасно помните, что в Genshin или в Tower of Fantasy или в любой другой подобной игре в тот самый момент, в тот самый момент, когда вы захотите покрутить, и вам не выпадет даже, даже близко, даже близко то, что вам нужно, вы начинаете расстраиваться и крутить аккаунт. Знаете, что здесь сделали? Правильно, они отказались от этого. Они дали 30 бесплатных роллов. Но есть нюансы. В этих 30 роллов вы с гарантина получите пятерочку, которую вы хотите. А если вы их прокрутите, вы можете сбросить и выполнить квест на 50, быстренько убить мобов на 50 штучек. И заново его начать и крутить, пока не выпадет вам первая нужная пятерка. Какой нюанс! Вы можете выбить одного пятизвездочного персонажа из трех стихий. Огня, воды и ветра. А вот стихии света и тьмы, которые являются имбой по всем, как говорится, фронтам этой игры, вы не получите. К сожалению. Но из трех стихий, которые здесь есть, тоже можно что-то вкусненькое найти. И вот первое, что бросается, это, допустим, какой-нибудь вампир ветра. Или, не знаю, пускай это будет царица пустыни, как один из мощных АОЕ дамагеров. И в целом это все доступно с самого начала. Есть огромный пласт так называемых команд, которые собираются, рейтингов персонажа. Но это отдельная тема для разговора. К сожалению, у нас в России очень мало кто собирает тир-листы. Поэтому я отталкивался от каких-то западных и стараюсь новичкам на стриме советовать то, что сейчас, в принципе, плюс-минус актуально. Как говорится, держим руку на пульсе. События, которые происходят. Итак, мы наролили нужную нам пятерку. Нам дали возможные купоны. К сожалению, уже после старта не действует огромное количество купонов и вкусных штук, которые давали, чтобы собрать свою первую команду мечты. Об этом у меня есть отдельный гайд, что качает 3, 4 или 5-звездочного монстра. Вы можете с ним, кстати, также ознакомиться. Ссылочка будет в подсказке. Но вот вы начинаете врываться. Что же у нас здесь есть? Огромное количество панелек. Но, знаете, они все так органично стоят, что, в принципе, все становится вполне себе понятно. Самая первая, как говорится, панелька и самый первый, так называемый, сервис, который нас ждет, это квесты. Квесты, история королевства Рахили, исследование локаций и повторяющиеся поручения, с чем я сейчас, в принципе, занимаюсь. Вы можете пройтись по главам. Получить кучу наград. Получить кучу круток. Спойлеры. Вы будете закрывать абсолютно все главы. Это так или иначе нужно, чтобы получить максимальный профит. И еще спойлеры. Вы даже будете делать это на мультах. Я вам уже показал своих прокачанных мультов, потому что все награды и все квесты на мультах обновляются. Это значит, что вы вкусные награды за исследование локаций или за основную сюжетку, такие как гарантированные роллы пятерок или других ролл, вы получите сполна. Это очень-очень круто. И самое, что приятно, даже очки навыков. Но об этом есть еще отдельное видео, почему стоит качать мультов. Также можете ознакомиться. Квесты. И что же дальше? Мы будем просто бегать по кустам? Ну, в основном, да. До того момента, пока вы не дойдете до какого-то примерно хай-левла и не начнете участвовать в таких приключениях, как башни испытаний. Это стандартная башня, имеет две сложности. Средняя и сразу сложная. Небесная башня, которая разделена по элементам. Здесь вы также можете проходить. Есть одна общая башня и, соответственно, которые разделены на пять элементов. На каждую башню, естественно, нам нужен монстр одного типа. В частности, воды на водяную, водяную и так далее по этой же логике. Тропа экспедиции. Здесь очень сложно. Почему? Каждая тропа имеет очень важный ресурс, о котором очень многие новички не знают или стараются не догадываться. Это фрагменты энергии превосходства для так называемого прогон левла. Его еще называют. В частности, для призывателя, который апает. Ну, мы его называем возвышение. Которое позволяет так же, как и монстру, соответственно, прокачивать максимальный левел. Поэтому здесь очень нужно быть аккуратным. Но! Тропея приключений. Всегда опыта больше. И когда идут рейды с пятницы по воскресенье, все стараются их юзать. Ну и, конечно же, получают большинство фрагментов хаоса. И тем самым стопорятся спустя какой-то момент. Есть из этих тропы разделим так, что... Есть одна тропа тренировок, в которой вы здесь рандомно получите награду. Ну, или для крафта костюма, или денежку, или ангел-муны. Или какие-то шарды, или цельных персонажей. В частности, даже пятерочек. Это очень вкусно. Есть три тропы. Где, соответственно, вот говоря о вампире, вы можете его здесь полутать, если вам, конечно, очень сильно повезет. Есть тропа приключений. Это самая мастхевная штука, так как здесь вы будете лутать руны. Руны, если вы играли в генжины и в подобные игры, здесь очень важны. Важный элемент игры. Характеристики случайные. Грейт рун, естественно, тоже может случайно упасть. Это все нужно много, много и еще раз, и еще раз. Здесь вы будете проводить свое свободное время, чтобы прокачать персонажа. На данный момент у меня 63-й левел и 46%. И на этих выходных я постараюсь докачать до 64-го левела. Это, кстати, мой будет кап. Потому что дальше мне в возвышении придется тратить кучу проходок, чтобы скрафтить соответственные ресурсы для этого. Но это уже, как раз, отдельная тема для разговора. Тропе развития. У нас еще есть покорение. В покорении вы сможете также подлутать самые ваши первоначальные оружки, аксессы. Но, честно могу сказать, это все очень мусорная вещь. Она вам быстро, как сказать, очень быстро это уже вам не будет нужно. Здесь единственное, что круто, конечно, падают с каждого свои элементы для костюма. Костюмов в этой игре много, к этому еще придем. И также у каждой из этой тропы тренировок есть свой обмен, точнее, магазинчик. Вы можете также это все покупать. Шарды. Вкусняхи. Тут это отдельный разговор именно по магазину. Мы сейчас к нему еще тоже придем. Это касаемо качи. Экспедиция. Опыта здесь немного, но зато есть вкуснейшие ресурсы. В виде кубов, также легендарных рун. Они открываются рандомно. С экспедиции падают книги и исследования волшебницы. Это наши очки навыков. Падают рандомно. Также тут падает жетон благословения на самый один из очень топовых костюмчиков. Групповые подземелья. Тот групповой контент, которого мы достойны. Два абсолютно мусорных рейда. Первая элитная туманная тюрьма. Закрывается очень-очень быстро. Вы будете фармить рейды, пока у вас не будет. Примерно можно пройти со своими друзьями около 10 рейдов. Если у вас нет проходок, пока у вас горит соответствующий значок с доп. наградами. И появился недавно элитный замок Белого Сумрака. Естественно, тут оружки и характеристики уже будут получше. И так же, как и у тропы, есть свой магазин с покупкой топового снаряжения. Контент топовый. Проходится в гильдиями. В гильдиями с гильдийцами проходите, получаете доп. очки для апогильдии. Рекомендую. Очень интересно. Есть свои механики у боссов. И, честно говоря, даже предыдущий рейд, мне кажется, по механикам гораздо интереснее, чем новый, который сейчас есть. Но это на любителя. Разломы. Довольно-таки, не знаю, по мне так, есть два типа разлома. Небесный остров и еще один разлом. Там, по сути, это загадки, где нужно пробегать. И самое вкусное, что здесь падает, это кубы и частички для энергии превосходства, энергии гармонии и хаоса. Падают по единичке, к сожалению, но падают цельные. Иногда может повезти, и вы их вытащите. Рекомендую не пропускать. Печати нам еще недоступны. Поэтому у нас PvP-аспект. PvP-сервисы. Арена слабы. Довольно-таки скучная, по моему скромному мнению, аренка, где вам единственное, что нужно, если ГС меньше, нажать победа и забрать, соответственно, какие-то свои лауры. Тем самым повысив свои очки на этой арене и перейти в какой-то следующий эшелон. Вы можете выставлять свою команду защиты. Есть команды для набора рейтинга, для слива рейтинга, так или иначе, чтобы вам попадались более лоу-левели. Но это отдельная механика, о которой я вам расскажу на стриме. Есть история битвы, рейтинги, прогрессы. Все здесь имеется. Если вы хотите, соответственно, какое-то более быстрое PvP, это вам сюда. И недавно ввели арену чемпионов. Система пиков и банов также присутствует. Выбираете элемент, выбираете пушку. Вы можете банить какую-то пушку или элемент у своего противника. Также идет пик героев, бан героев. Выбираете основной, кто у вас, которого вы будете использовать скиллы. Вот все в таком роде. Штука интересная, но, честно говоря, абсолютно не новая. Про квесты я рассказал. Пропуски призывателя. Это, наверное, единственный донат, на который, если вы хотите играть в эту игру, я бы вам советовал потратиться. Потому что, почему? Пропуск удваивает все ваши награды на X2. Классная штука. Рекомендую. Стоит вполне себе адекватно. Кстати говоря, для подобных игр журнал Стражи. О, ну тут все, как говорится, классически. Проходя сюжетку, вы будете открывать данжи. Данжи имеет три уровня сложности. С каждой вы можете полутать кристаллы ангелмонов. Также для прокачки своих персонажей. Очень классная штука. Если вы просто хотите завестись с огромным количеством кристаллов для своих других активностей. Истории монстров. Бесплатные монстры, которые вы можете получить в процессе игры. Это, по сути... По сути, если у вас уже они выпали, вы получаете за это шарды. А так, есть и пятерочки. Есть интересные герои с четверки. В частности, как Амазонка Света. Или... Или у нас, я не знаю, Пингвин Рыцарь. Одни из самых таких приятные. И вот недавно ввели Синюю... Боевую Кошку Ветра вместе с Призраком Синим. И Охотника на Вампиру. К сожалению, персонаж такой слабенький. Но ради выполнения квестов и получения дополнительных наград, эссенций, которых тут довольно-таки большое количество, выполнять рекомендую обязательно всем. И, к сожалению, история монстра не обновляется. С мультов вы их второй раз не пройдете. История приключений. Стандартная штука. Закрываете активности, получаете награды, получаете титулы. Кучу вкусняшек. Соответственно, что дает вам возможность просто изучить игру. У меня осталась, как вы заметили, последняя глава. Ну, я даже сам не понимаю, как я на нее так быстро дошел. Тут, конечно же, самый главный наш ресурс, о котором мы пойдем, когда перейдем к монстрам. Здесь будет очень большой пласт. Это дэвилмончики. Тут можно все это подлутать. Ивенты локации. Ивенты локации у вас будут различные. Или это майнинг, сбор чего-либо. Или это боссы. Или пойти поражать какую-то эмоцию. В принципе, ничего нового и искусного. Что можете подлутать, это острое жало на костюм. Костюмчик, кстати, великолепный. Я его обязательно покажу. С боссов награды повкуснее. Очки навыков, ресурсы и круточки. Это мы все, абсолютно все любим. Есть и запланированные ивенты. Ну, вы можете, соответственно, посмотреть полностью, что они дают. Как это все выглядит. И через сколько они будут. Ну, такая странная менюшечка. Но она имеется. Вот. Перейдем к правому блоку. Уровень аккаунта. Штука, которая также может пополняться и донатом, и, соответственно, вашими активностями в игре. А самая главная активность для пополнения уровня аккаунта, это прокачка монстров. Это, кстати, парадоксально, но в большинстве случаев 49-й левел, и вот, надеюсь, уже в ближайшее время 50-й, я апнул только за счет того, что все бесплатные ресурсы, которые у меня есть на прокачку, я вливал в левел абсолютно всех монстров. Там, с 1-звездочного по 5-звездочный. Это прокачка монстров. Всего, всех абсолютно дает возможность апнуть уровень аккаунта. Это очень удобно. И плюс прокачка мультов. Там также имеются дополнительные... Ох, как это валюта называется? Значки аккаунта. Вот. Чтобы это сделать. Куча всяких штук в виде плюс одной ячейки, вот, точнее, плюс 5 ячеек, дополнительная удочка для рыбалки, дополнительного опыта, ячейки рун, уменьшение комиссии на аукционе. В общем, непосредственно прогресс вашего аккаунта, это очень крутая вещь. Тут даже скорость транспорта увеличивается. Но крута она не тем, что вам дает дополнительные плюшки, а навыками аккаунта, которые здесь имеются. Есть такое небольшое древо. Спойлеры, как я понял, дома дойдя до максимального уровня, вы все-таки сможете раскачать здесь практически все. И все вам нужно. Здесь у нас веточка у атаки монстров, здесь защита монстров, здесь защиты призывателей, здесь атаки призывателей. В зависимости от класса, естественно, все качается. Я как танк качаю защиту в уменьшении урона. Естественно, ддшники качают вот сюда. Плюс бафферы качают на уменьшение и увеличение отката хила. Здесь все имеется, все очень просто. Это финальные кругляши дают довольно, ну, в принципе, большой прирост. Качаются индивидуально в зависимости от направления, которое вы сами выбираете. Это, ну, я имею в виду, не направление, а от класса, который вы сами выбираете. Также у вас здесь, соответственно, есть по аккаунту все возможные остальные менюшки. Но в целом нас это не то, чтобы сильно интересовало. Также есть эффекты аккаунта, которые вы можете все сразу посмотреть. Есть все, что у вас в наличии по валютам, материалам, рунам. Бесплатное, платное, что-то можно сразу пополнить. Допустим, несколько пополнений у нас имеется. Мы можем сразу, допустим, всех их запулить и продолжать квесты. Как я уже сказал ранее, валюту, как непосредственно для всевозможных активностей, вы также получаете в игре без всяких на то проблем. Так, вот так вот мы сделаем. Далее. Ой. К чему мы при... Ну и, конечно же, валюта. Также у нас идет за донат, но это отдельная история. Я думаю, в отдельном блоке донаты в конце мы магазин рассмотрим. Так. А по, соответственно, аккаунту мы поняли. По левелингу поняли. Пойдем дальше. Призыватель. Наш герой. Наш герой. Что он из себя представляет? В принципе, если не вдаваться в архетипы, все шмачек, которое есть на персонажа, выглядит как пять видов пушек всех стихий. Оффхенда, бижутерии в виде сережек, браслета, кольца и ожерелье. Все дает статы, все, соответственно, затачивается. Все ваши характеристики вы можете видеть здесь. Есть система титулов, есть эффекты этих титулов. То есть, они меняются от цвета. Фиолетовые, зеленые, синие. В общем, все это так же, как эта стандартная система это и есть. Навыки. Вот тут, конечно, очень вкусно. У нас есть четыре ветки навыков. Это активные, стихийные, которые, соответственно, увеличат урон вашего оружия. Есть основные пассивки класса и основные доп. эффекты. В виде как откатов уклонения, увеличение количества маны и ее реген. Также очень крутые именно перки для пвп. Если вы туда что-то входите, что от воскрешения монстров или смены прямо во время боя своей команды, так и, как говорится, как-то сказать, быстренько перехватить оружие другого элемента, чтобы получить тот или иной эффект. Так как у каждого оружия имеются свои уникальные характеристики, которые также все подробно описаны. И этими характеристиками, в зависимости от ситуации, также вы можете пользоваться и тем самым свой ДПС или агр, как, если в частности, танка улучшить. Возвышение. Вот с чем столкнетесь вы, когда придете на кап. Самое, наверное, из более, как-то сказать, проблематичных в плане прокачек. Здесь вам-то большое требуется ресурсов на создание энергии, гармонии, превосходства и хаоса, что я сказал, который есть в тропе приключения. Все эти рецепты вы также можете перекрафчивать без проблем, когда вы бейте кусочки или вы бейте цельные. В общем, чем больше вы качаетесь, тем есть определенный стоп-момент в виде этого самого возвышения, до которого вы максимально сможете дойти. Вот. По снаряжению. По снаряжению... Давайте мы с призывателя пойдем на навыки и усиление снаряжения, как я сказал. Есть заточка. Заточка имеет три уровня слома. Есть возможность ремонта с помощью уникальных камней прочности и кубов. Кубы везде абсолютно нужны, они же небесные камни. Заточка абсолютно рандомна. Есть мейн-стат. Он есть вверху. Есть, допустим, доп-слоты для камней и инкрустации. Их тут целых два типа. Инкрустации, которые вставляются в ячейки. Есть саму пушечку, которая добавляет доп-эффект. И у аксессов и оружия они абсолютно разные. Самая вот так моя проблема, это, конечно же, заточка. Шансы здесь, я вам скажу, ребята, ну, просто невероятно маленькие. Видите, у меня абсолютно все сломано. И сейчас вот что-либо поточить. Допустим, если вы что-то точите на один, и у вас это все прекрасно заходит, то спустя какой-то момент с безопасной заточечкой у вас, вот видите, появляются доп-характеристики. Они могут прокнуть, могут нет. У нас, кстати, появляется сейчас мировой босс. И здесь абсолютно все рандомно. То есть выролить какую-то пушку абсолютно надежную, чтобы отвечала всем вашим характеристикам. Для меня, ну, я считаю, что это практически нереально. Нужно потратить какое-то немоверное количество ресурсов и проходок по рейдам, чтобы вы получили что-то вот самое лучшее, самое, самое, самое прикольное. Но, как я сказал ранее, нужно хотя бы выбрать основную мейн-характеристику и стараться ее запушить. У меня, допустим, мейн-характеристика это защита и сопротивление. Как у танка, атаку я даже не стараюсь пушить, но, знаете, как это бывает, играешь за танка, получаешь, естественно, все на крит урон или атаку. Играешь за любого ДДшника, получаешь ни хрена. И это вполне себе норм, как оказывается. Единственное, что вы сами можете повлиять из характеристик, это вставка самоцветов в то или иное оружие. Здесь вы можете ставить самоцветы, которые увеличивают вашу атаку. И дэв, все опять в зависимости от цвета ячея, который вам прокнет на оружие. Опять же, подобные камни вы также можете выбить внутри игры. Игры, но эти камушки в основном вы будете крафтить. И к этому мы еще придем, потому что все самое топовое и все самое вкусное здесь получается и добывается, как оказывается, крафтом. Мы к этому, я еще раз говорю, придем. И про перековку снаряжения у нас еще недоступно. Ну, естественно, разбор снаряжения, что нам не нужно, разбираем, получаем ресурсы. Это все вполне себе понятно и очень-очень просто. Итак, для любителей костюмчиков. По усилению снаряжения мы прошлись, теперь к любителям костюмчиков. Гардероб. Сумасшедшее количество костюмов, которые здесь и представлены. У нас имеются. Можно собирать и абсолютно все ресурсы на них. И все это вот очень вот так красиво выглядит. И можно комбинировать. Абсолютно неважно, какие у вас комбы костюмов надеты. Главное, что так или иначе, есть здесь эффекты, которые в зависимости от собранных костюмов распространяются на вашего персонажа. К сожалению, в этой игре есть все общее, кроме гардероба. Нет, это меня, конечно, дико расстроило. По той простой причине, что здесь настолько большой представлен пул. И все костюмы собираются очень сложно и требуют сумасшедшее количество ресурсов. А по факту, по факту, вот как-то оно вот так. Так, что если ты создаешь нового персонажа, все это заново придется крафтить. Ресурсы, самое главное, это у нас матки грубой пряжи от зеленого до фиолетового. Вариации костюмов здесь очень большие. Есть, соответственно, легендарного типа, есть эпические, есть самые обычные. В общем, все, что под свой вкус и цвет, вы сможете абсолютно найти и скрафтить. Естественно, конечно же, ресурсов на это потребуется безумное количество. В зависимости от еще не только легендарности костюма, но и от характеристики, которые он дает. Есть и стандартные изменения внешности за купоны, в это у нас все так же имеется. В общем, ничего нового, но костюмы, честно вам признаюсь, в этой игре довольно-таки очень классно выглядят. Ну и плюс, конечно же, характеристики, которые они дают, действительно приятным бонусом. Увы, не на весь аккаунт. Наконец-то мы дошли до самых вкусных, как говорится, и замечательных контентов в этой игре. Монстры, который заключается в что ни на есть, из-за чего вся эта игра и задевалась. Это монстры. Огромнейшее количество монстров, которые будут с вами бегать, которые будут вам помогать, которые делают так, чтобы ваш ДПС вознесся до небес, или, соответственно, вы были в помоечке. Если неправильно соберете тот или иной сетап. Огромный пласт контента находится именно здесь. Мы разберем по менюхе очень довольно-таки быстро. Здесь нужно, я думаю, более детально все осматривать, потому что каждые комбинации монстров, каждое их сочетание с рунами, навыками и прочими, это сумасшедший, огромный процесс. Поэтому давайте быстренько пройдемся по менюшке, которая здесь есть, и расскажу более подробно, что они себе представляют. Итак, самая первая у нас инфа. Усиление навыки эволюции, пробуждение инфо. Здесь вы можете сформировать команду, сброс прогресса и вернет ваши все ресурсы. Очень важно не тратить эти штуки. Они очень-очень-очень редко появляются. У меня было на Весиканце 12 штук с выкачанными всеми мультами. Есть коллекция, где можно посмотреть количество выбитых уже на данный момент монстров, что, соответственно, добавляет вам какие-то дополнительные статы. Тоже очень полезно. Есть оценка монстров. Мы в нее, конечно, сейчас на обзоре не будем заходить, но вы можете посмотреть, какая оценка монстров есть у того или иного персонажа, точнее у монстра, которого вы выберете. И, соответственно, превращение. Ну, это внешка, в которую вы можете поставить за денюжку. Слишком горячая штука, надо выходить отсюда. Итак, в данном менюшке вам показаны все основные статы, которые сочетают все-все-все, касаемо комбинацией рун и усиления навыки эволюции пробуждения, что вам выдает все ваши характеристики. Все это можете посмотреть. Также в менюшке вы можете увидеть персонаж, где и в каких, соответственно, используются активностях. Потому что он в арене славы на защите, в отряде на разведку и в локации по фарму монстров. Усиление. Здесь вы прокачиваете своего персонажа. Максимальный уровень сейчас 70-й. И, видимо, он больше не будет подниматься. Собственно, это все. Навыки. Вот тут очень важно. Навыки это одна из самых тяжелых в получении всех до плюшек структуры. Они появляются за счет такого ресурса, как Девилмоны. Девилмоны даются, допустим, есть 5-звездочные до пятерок, есть 4-звездочные до четерок и трешки для трешек. Они позволяют вам выкачать флутскивы. Также вы можете качать с помощью шардов. Но это, конечно, если у вас огромное количество. И вы можете не просто так потратить. Девилмоны универсальны. Вы можете, если у вас даже не выбиты те или иные шарды на персонажа, вы можете их потратить и выкачать скиллы. Скиллы, к сожалению, качаются абсолютно рандомно. Не получится выкачать тот или иной навык сразу на максималку. Поэтому многие даже делают сброс персонажа, чтобы заново перекачать, чтобы, допустим, в автоатаку много у вас не улетело. Есть персонажи, где автоатака является полезной, а не просто увеличенный урон. В частности, как у моего Эфрита, я не вижу смысла его сбрасывать. Хотя, конечно же, здорово, если бы во второй скилл все это больше нападало, это было бы гораздо вкуснее. Но что есть, то есть. Эволюция. То, что вам позволяет усилить персонажа до максимального левела. Качается оно ангелмонами. Также у вас количество ангелмонов, выпадающее, прописано в сундучке, их ангелмонов и девелмонов. И, соответственно, самое приятное, это пробуждение. Здесь вы можете с помощью ресурса эссенции магии, эссенции огня, в общем, в зависимости от элемента персонажа, торкачать их и переродить, чтобы получить новые скиллы и, соответственно, увеличить ваш ГС. В самом начале я об активности, где получить эти эссенции, не сказал ни слова. Я, наверное, все-таки упомяну в активности монстров. Это так называемый Кайрос. Очень многим знакомы по Скай-арене. Здесь у вас есть секреты подземелья, что вы можете получить готовые шардын. Это за отдельную валюту. Тут отдельно нужен разборчик. А также есть подземелья магии, что будет давать астандартные эссенции, которые нужны абсолютно все. И в зависимости от элемента огня, воды, ветра, света или тьмы. Ну и плюс дополнительные плюшечки в виде осколков бронехранителя магии для крафта костюма. Кайрос штука крутая в плане того, что без него совсем никак в этой игре ничего не сделать. Докачивайте вы до максимального конкретной кары, с тот, который вам нужен. И лутайте максимальное количество эссенций. Запомните это. Также у нас есть самое, что приятное и самое, что ни на есть геморройное в этой игре. Это руны, которые будут давать вам статы. Но я думаю, сейчас мы к ним отдельно в менюшке вернемся. Также вы можете создавать здесь наборы под каждого персонажа. Все это сделать и все это управляется через меню монстров. Здесь огромнейшая градация всего уникальных монстров, света, тьмы, которые дают такие скиллы, которые, в принципе, до обычного очень далеко. Это сумасшедший, прекрасный, огромный контент, который позволяет комбинировать вам все и сразу и делать не одну пачку мобов, а, допустим, около 4-5. А в случае хорошем у вас должно быть их гораздо больше. Ну, вы к этому в любом случае с high-end контентом придете. Если какая-то одна пачечка, с которой вы начинаете, и, соответственно, дальше вы уже идете вперед. Вот, монстры, наше все. И, не отходя от кассы, сразу к рунам, которые, соответственно, сочетаются с этими монстрами. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Руны, это все, что мы добываем на тропе приключений. Все, что нам очень-очень нужно в больших количествах, так как статы с этих рун, это полный рандом. Там абсолютно рандомнейшая штука, при которой в сочетании комплектов вы должны собрать, помимо самого комплекта, еще дополнительные статы, которые находятся в самих рунах, чтобы вам еще очень сильно повезло. Для многих это прям камень преткновения такой, которым вот лично я столкнулся с тем, что я ходил в нужную руну, хотя бы примерно формил 3 дня в тропе развития, в приключения, в пещеру слезы, уже которая у меня в кошмарах снится. Чтобы выформить нужные руны на крит урон или на шанс крит удара, но мы все понимаем, это аспект игры и никуда от этого не деться. Здесь есть прикольное хранилище рун и расширение его, которое стоит, в принципе, очень довольно-таки недорого, 500 кристаллов, это вообще можно заработать буквально за 1 час в игре. Можете расширять также само количество ячеек, не советую это делать, лучше уж, как говорится, вот хранилище расширите, расширите, но вам понадобится. Из комплектов понадобится тьма, на данный момент сейчас нету оглушения вампиризма, нету оглушения вампиризма, а все остальные руны присутствуют в игре. Это все будет добавлено, это все будет еще в ближайших, как говорится, патчах. Тут, в принципе, очень интересное оглушение вампиризм, как это все будет работать, мы посмотрим. Каждую руну, которая есть в этой игре, помимо того, что ты можешь прокачать и потратить на нее огромнейшее количество ресурсов, вы можете еще и улучшить. Спросите, как это улучшить, а все очень просто. Мы усилить руну можем применением дополнительного эффекта от камней эффекта и зачарованием, который даст дополнительные статы. Здесь нужно упомянуть, что этот контент игнорировать нельзя. Естественно, все книжечки и камни усиления эффекта появляются у нас путем ремесла получения алхимии или доп. награды, которые вы проходите по ивентам и вообще в целом. Очень важный аспект по рунам, их усиливать нужно, это дает ГС, это важно, не забывайте про это. Есть функция разбора, вы можете какую-то руну, соответственно, разобрать, если она вам абсолютно не нужна. Если она вам занимает огромное количество места, получить ресурсы, камни усиления рун. Но, как я говорил ранее, камни усиления рун это не самая сложная, с чем вы можете столкнуться, так как огромное количество ресурсов здесь нужно именно в виде кубов. В виде небесного камня, я говорю, ресурс нужен для заточки рун и для заточки, так или иначе, снаряжения. Надеюсь, по рунам вам все стало понятно, а если непонятно, так и не стесняйтесь задавать вопросы. Теперь мы поговорим о алтаре призыва, ну, естественно, наша любимая всеми гача. Куда же без нее? Здесь есть таинственный призыв, стандартный свиток скоты плюс алтарь благословения, куда вы выставляете нужные вам пятерки и четверки, чтобы они прокнули и дали вам дополнительные шарды. Есть обычный призыв, шансы вы все видите, которые у нас есть, прописаны. Есть, соответственно, призывы ивентовые, шанс призыва тех или иных персонажей увеличен. Есть легендарные призывы, которые также создаются из свитков. Ну, шанс тут или 4-5, исключая тройки. Тут все, конечно, мы... Ну, прям не знаю, полагаться только на этот рандом. Тут проценты, вы их сами видите, они просто ничтожны, но люди, как говорится, тачат. Вот, никуда от этого не деться. Ну, и, естественно, конечно, неизвестные призывы, где от 1 до 4-очки можно полутать. Многие говорят, что солите эти свитки, перекрафчивайте в таинственный призыв. Опять же, тут очень много можно налутать доп-монстров для прокачки коллекции, мы к которой сейчас придем. В общем, стандартная наша любимая гача. Обмен фрагментов. Очень тонкая материя, которая позволяет вам обменять одни шарды на другие. Пророкает абсолютно рандомно. Вы можете 4-шки фрагменты поменять на 4-шки, 5-шки на 5-шки. До 3-х, допустим, фрагментов. Тут у нас вот редкий шанг, кстати говоря, который мне нужного персонажа. Вот сейчас надо бы этим, как говорится, заняться. То есть, примерно это все выглядит вот так. Ненужные вам пятерочки вы можете смело выбирать. И нажимать обмен. И лутать нужный шард нужного персонажа. Это примерно выглядит вот так. Помимо шардов, тут есть дыхание жизни, что нужно для прокачки. И точнее, пробуждение и эволюции мобов. Есть ангел-моны для прокачки. Есть обычные зелья опыта. Все это очень-очень полезно. Но меняйте, пожалуйста, очень осторожно. Так как 3-х звездочные и 4-х звездочные фрагменты вам нужны для прокачки ваших основных персонажей. Не нужно использовать функцию автовыбора. Очень заклинаю вас, вообще не трогайте ее. И не можете потерять нужные вам шарды. Игра абсолютная. И плевать, она выберет те шарды, которые сама захочет. И просто потратит их в никуда. Честно говоря, я сам один обжегся. У меня так, к сожалению, не стало шардов на ковбольше, которым не нужно пробуждать. Но, как говорится, сам дурак, сам виноват. Не повторяйте моих ошибок. Но, надеюсь, тут все в целом понятно. От обмена фрагментов перейдем к аукциону. Здесь, естественно, как и в любой подобной игре, своя валюта Рахильды. Вы, конечно, можете обменять ее на кристаллы. Но есть одно, но кристаллы должны быть онли-донатные. Как видите, есть которые под замком, а есть донатные, которые появляются за денежку. Но, так или иначе, Рахильды можно заработать, выбивая или продавая материалы, или выбивая допки, украшения с данжей. Даже не только с данжей, но еще и с сундучков и открытых локаций. Все это вы можете продавать. Есть комиссия от стоимости аукциона. За эти, соответственно, Рахильды вы также можете все и нужное вам покупать с этих же самых данжей, касаемо расходки. В целом, я считаю, что аукцион довольно-таки предъемлемый. Валюту так или иначе нафармить можно, если вы будете продолжать по материалам и по прочим-прочим. Все здесь в больших достатках. Люди продают, люди аукционом занимаются. Это очень видно в количестве ресурсов, которые есть здесь. Какие-то, естественно, редкие вещи вы просто так не получите. Стоят они довольно-таки где-то много, где-то прям даже слишком много, касаемо, опять же, элементов оружия. Но нужно понимать, что, допустим, элементальное оружие тьмы, двухзвездочное, стоит где-то около полумиллиона. Это оптимальная для этой пушки цена. Средняя, высокая цена все так же прописывается. Аукционом также нужно заниматься. Но не старайтесь на этом акцентировать внимание. В самом начале игры, я думаю, к этому вы спокойно также придете. Опять же, валюту, такую как Рахильды, будут даваться по квестам. Это я напродавал, плюс мне давали валюту. Вот как-то там накопилась какая-то даже сумма. Гильдия. Один из самых приятных моих моментов в этой игре, что здесь гильдия действительно выглядит как гильдия, а не как какое-то подобие. Где нужно просто чем-то заниматься. И не весь чем. И это все в обычных, скажем так, среднестатистических мопилках выглядит как абсолютный трэшак. Нет, здесь, слава богу, все хорошо. У нас встречают лобби, где показана наша пятерочка людей, которые самый ощутимый вклад в день сделали. Для прокачки гильдии есть отдел поручений, в котором вы выполняете квесты, чтобы подлутать награды. За день вы можете выполнить три поручения с наградами и бесконечное количество без наград. Тем самым вы свой вклад улучшите, а свой вклад и все возможные вариации вклада вы можете также здесь посмотреть, получив дополнительную награду. Все это прописано, все это понятно. Если что-то непонятно, конечно же, задавайте вопросы. Ну и есть стандартная гачи-крутилочка внутри гильдии. Какие-то ресурсы она дает вкусные, какие-то не очень. Естественно, тут есть и эссенции, есть и свиточек призыва, но в основном будете лутать какую-то дрянь. Так что особо не переживайте по этому поводу, это того не стоит. Участники гильдии, вклады все прописаны здесь. У нас же здесь и истории, и рейтинг гильдии. В частности, вот наша гильдия на сервере телаж занимает 21 место. Мы были в 15-м. Сейчас немножечко у нас гильду подчищаем, новых людей набираем. Если вы от 250 ГС, у вас есть шанс также к нам вступить. Вы можете найти здесь гильду, есть запрос, но это уже, в принципе, интерфейс самого ГМа или ветеранов. Ну, точнее, офицеров гильдии. Буквально 23-го числа появился рейд гильдии. Это босс, который, соответственно, вы проходите и получаете тот или иной рейтинг от прохождения. Здесь лутаются уникальные фрагменты орфистки. Это уникальный моб света, который получается только непосредственно в гильдийном рейде. Вступать в гильду ради гильдийного рейда? Определенно да. За шарды орфистки? Да. Без этого вообще никак. Существует два доступных хода. Вы видите, какое количество хп мы нашим последним заходом снесли. Я думаю, за эту неделю мы подкачаемся. Рейд отновляется раз в неделю. И, думаю, уже Азазель 4-го левла мы зафармим. В общем, гильдия здесь определенно очень полезна. Причем самые вклады гильдий говорят о том, что объединяйтесь и уничтожайте боссов, локации, групповые подземелья, чтобы получить, соответственно, опыт, который требуется для прокачки. Прокачка сложноватая. Она требует довольно-таки очень большое количество вливаний. Здесь максимальный уровень гильдии 20 и 50 всего человек. По моему, как говорится, мнению, это очень-очень-очень мало. Но, опять же, это делает гильду довольно-таки очень важным аспектом. Так как количество людей мало, соответственно, ты выбираешь людей, которые будут достигать максимального прогресса и будут очень полезными. Аспект такой, как ремесло, во многих играх-сервисах выглядит крайне сомнительным. Обычно он создан для того, чтобы выуживать из вас тонны миллионов денег, чтобы вы платили, платили и платили. Тут же ремесло меня удивило прям досконально. Это полноценное ремесло созданием тех или иных ресурсов для внутриигровой активности. То есть, для крафта костюмов, пожалуйста, для крафта брони, точнее, для крафта оружия и аксессов, допок и всего прочего. Все непосредственно игровыми путями. Для меня это что-то новое. Потому что в подобных играх я вижу это лично, я по себе могу сказать, впервые, чтобы здесь настолько было это развито. Настолько это было, как говорится, подано так, что это очень-очень полезно. Количество ресурсов, естественно, здесь на максимальной крафте очень большое, но оно-то вот стоит. Этим есть смысл заниматься. Есть смысл прокачивать ремесло до максималки. Но очень часто вопрос на стриме звучал, а как прокачивать ремесло? Наверное, тоже, с чем крафтишь. Нет, ребят, есть у вас такой пункт, как поручение. И в этом поручении вам должны скрафтить определенное количество материалов и, соответственно, закинуть, чтобы выполнить квесты. Тем самым вы прокачиваете свое ремесло. У каждого ремесла, а их всего 4, кулинарка, велирка, алхимка и кузнечное дело, есть свои поручения. Выполняя их, вы, соответственно, их докачиваете до максимального седьмого левела, чтобы разблокировать достижения мастера. Максимальный уровень прокачки сейчас это седьмой. Ну, я, как понимаю, в дальнейшем он тоже будет седьмой. И если вы спросите, а что-то можно одно качать? Наверное, другое не надо. Кулинарка, ну, звучит так себе. Я вас, может быть, расстрою или обрадую, но все это, абсолютно все это, действительно, очень полезно. В кулинарке, как и в алхимии, вы можете даже беспроблемно выкачать и получить очки навыков, которые будут вам максимально полезны. Кстати, спойлеры, я этим сейчас буду заниматься, докачиваю кулинарию до 4-го лева, а то я совсем обленился. Ну, что же уж поделать. Ребята, ремесло в этой игре отменное. Не игнорируйте и обязательно прокачивайте. Мы уже почти подходим к концу нашего сервисного обзора игры-сервиса Summoner War Chronicle. У нас осталось не так много пунктов, таких как транспорт, друзья, коллекция, достижения. Тут все очень понятно. Рейтинг, я немножечко подробнее расскажу про коллекции и достижения, что они себе представляют. Есть какие-то стандартные ползадания, которые не так давно появились. Дополнение их, получая плюшки, все эти задания очень простые. Есть коллекции монстров, на которые я уже сказал, можно обратить внимание, что даже монстр самого беспонтового однозвездочного тира дает общую характеристику для всех монстров той или иной стихии. Поэтому самые трэш-свитки, конечно же, стоит качать. Здесь вы можете посмотреть пробуждение, как он выглядит. Вы можете посмотреть навыки и, соответственно, разобрать навыки от первого до последнего левела, сколько оно в процентном соотношении бахает. Здесь очень приятно использование тегов. Есть теги увеличения крит урона и нажать поиск. И, соответственно, он выдает персонажа, который увеличит наносим крит урон, ну, это, допустим, дебаф. Если так, вы можете посмотреть эффект ослабления или других эффектов, как исцеление, воскрешение. И вам, соответственно, покажут всех монстров, которые это делают. Очень важно научиться пользоваться поиском навыков, потому что есть такие монстры, в частности, как мой Теомарс, который увеличивает свой урон от эффекта заморозки, который накладывается нацеленно на противника. Есть смежные персонажи, которые этот эффект заморозки также накладывают. Обязательно это учитывайте, смотрите, и в совокупности, если вы, так или иначе, сможете закомбить этих двух персонажей, у вас ДПС максимально вырастет. В частности, у моего персонажа, чем больше эффект заморозки, тем сильнее он начинает бить. И также есть эффекты ожогов и прочего-прочего. В общем, пользуйтесь обязательно эффектами. Коллекция, штука очень полезная для разбора, для оценки и прочего всего. Есть у нас коллекция материалов. Здесь все то, что вы добываете. Закрывать обязательно, дополнительные награды получаете. В принципе, здесь не касаемо коллекциев монстров, а мобов и ресурсов, вы получаете кучу ништяков при закрытии. Это очень приятно, это несложно. Как видите, ресурсов здесь, ну прям совсем небольшое количество. Честно говоря, их закрыть прям огромного труда до максимального уровня не составляет. А за каждое закрытого вы получаете дополнительные кристаллики. Коллекции существ. Это все мобчики, которые обитают здесь. Если на первых локациях, ну как-то она очень все вяленько, только на первых мобах, то, допустим, на ластовых, на которых вы качаетесь, вы будете получать абсолютно все плюхи. Но не стоит игнорировать все остальные, потому что за каждого из монстров награда одинаковая. Что, допустим, на этом левле, что на этом левле. Все одинаковое. Кристаллики подлутать отсюда, милое дело. Так что не игнорируйте этот контент. В дальнейшем вы, конечно, к этому придете, будете потихонечку это все выфармливать. Так или иначе, даже я бы советовал, если вы стопорнетесь на возвышение вашего основного персонажа, этим заниматься. Ну, хотя бы просто как-то, как в виде АФК-фарма. Это что касаемо коллекции. В достижениях тут все очень просто. В развитии вы можете посмотреть, какие-то титулы вы получите, доходя до определенного уровня. Он тут седьмой. Я уже, как видите, в большинстве своем уже почти все, кроме ремесла. Ну, это потому что, конечно, ленивый. Вот я же говорю, что не занимался. Мне просто, видите, не хватает одного достижения, чтобы максимальный уровень ремесла получить. Ну и снаряжение. Все награды, которые вы можете получить здесь, описаны, затеянные активности. Все это прописывается. Все это имеет свой определенный уровень. То есть, вы не один раз получите, а достигли, обновилась награда, получили. И так далее. Очень удобно. Итак, мы прошлись по основным допам и по основным ивентам, по основным активностям в игре Summoner War. Например, если у вас какие-то возникли после этого вопросы, это абсолютно нормально. Не стесняйтесь приходить на стримы на Твиче, Ютубе или ВК Плайлайф и задавать их. Это я не устану напоминать. Потому что все-таки я стример больше, чем ютубер. Хотя, как бы мне не хотелось, но Ютуб, конечно, все-таки и прочий видеоконтент, это часть моей жизни. Вот. Почему я так сфокусировался на этой игре? Я хочу рассказать свое личное мнение, более, так сказать, открытое, по той простой причине, что мне за это никто не платит. А значит, мои все, как говорится, эти моменты максимально четко направлены. И, честно говоря, не то, что это все так субъективно, но у меня есть опыт нахождения в подобных проектах. И есть какие-то уже понимания того, к чему это приведет, какие-то стадии и так далее и тому подобное. Начну с того, что я... Почему я вообще сюда пошел? Сейчас, ну, вы прекрасно знаете меня как стримера игры Black Desert. Был какой-то вот момент, что, естественно, игра поддушила. Там уже 3-4 месяца фарма. Немножко подустал, что-то захотелось новое. Новые проекты какие-то абсолютно не выходят. Идет новость о Summoner War 9 марта. Я такой, да, хорошо. Играю 4 часа, понимаю, ну, скорее всего, что это очередная донатная помойка. Но меня начинает что-то подкупать. Я вижу какие-то интересные механики, которые меня не нагружают. В этих играх есть одна проблема. Они кроссплатформенные, но они все еще такие мобильные. И эта игра, как вы скажете, с мобильным интерфейсом, тоже этим веет. И вот обычно, когда я бы себя вспомнил года 2 назад, мне обычно вот так такой, фу, блин. Фу. Че за фигня? Че за бред, блин? Зачем в этой игре? Не-не-не-не-не-не. Уберите, фу. Ну, а потом я попробовал что-то... Не-не-не, в смысле, не-не-не-не, золотое... Не-не-не-не, это не то, что разбираю сортов Угуана. Не в этом смысл. Дело в том, что я попробовал большое количество подобных игр и уже начал понимать, как они устроены, как они работают. Почему я всегда их называю игры-сервисами с поджанром MMORPG, с поджанром кооперативное приключение, такое как Genshin, к примеру? Да все потому, что они доставляют в какой-то мере удовольствие и понимание того, что это в целом-то полноценная игра, но со своим нюансом. И если ты этот нюанс можешь для себя принять и не выродить носом, тебе в целом станет здесь интересно. Я прекрасно понимаю, что этот интерес в большинстве своем не нужен никому, но есть понимание того, что в этой игре не так стыдно, не так плохо убить свое время до какого-то, допустим, даже топового проекта. А вдруг для вас этот проект станет тем топовым, в котором вы захотите провести довольно-таки большое количество времени. Я лично скажу за себя, я не ожидал, что подобная игра вызовет у меня интерес более на долгое время. Это абсолютная PvE игра, здесь нету каких-то PvP, как это было в L2 Mobile, нет тут постоянного какого-то напряжения. Но эта игра не про это, она не несет с собой тот месседж, что вот там PvP, она несет с собой чисто PvE месседж для прохождения, для улучшения. И тем самым вы можете сказать, да блин, тут донатеры, короче, у них ГСа 300 миллиардов, а я вот, короче, какой-то лох. Да нет же, я в эту игру за три недели задонатил 50 рублей, чтобы забрать первую покупку. 50 рублей, все, что у меня было на Steam, ни копейки сюда не влил, ни копеечки. Ну и, наверное, скорее всего, не планирую. Поверьте мне, меня это так радует. Тут есть шоп, тут есть косметика. И, честно говоря, исходя от каких-то цен на те или иные активности, я понимаю, что в целом даже внешки или превращения на тех же мобов здесь стоит адекватно, так же, как и в той же Black Desert, в полноценной AAA, MMORPG. И не так это все бьет по карману. Ну, если вы хотите уже, как говорится, влиться в эту игру, вы уже там донатите на то, что вам нравится. Но, как я сказал, единственное, на что я бы посоветовал донатить человеку, это какие-то первые наборы и, наверное, только боевой пропуск. Это все, что вам будет достаточно, если вы хотите еще увеличить x2 контент. Как x2 награда, x2 контент по прокачке монстров и так далее и тому подобное. Но я играю без этого и вполне себе справляюсь. Парадокс? Скажите мне, как же так, донатная игра? Да нет, не парадокс. Исходя из 5 жестового опыта, я увидел, что есть игры, которые хотят просто много и сразу всех ваших денег. И это нормально, извинить за это не стоит. А есть те, которые потихонечку вас на них подсаживают. И вы, соответственно, можете донатить, ну, как-то более размеренно. Не так, чтобы вас отобило по бюджету. И она влюбляет вас. Вы начинаете кайфовать от процесса, вы втягиваетесь, вам это нравится. Тут опять же тот самый момент, вам нравится тот момент, пока для вас это не стало рутиной. Рутиной игры это прям вообще страшная вещь, когда ты приходишь как на работу, выполняешь те же самые ежедневки. К сожалению, эта игра не исключение. Тут такой же есть нюанс. Ну, никуда от этого не деться, потому что этот фундамент, на котором стоят подобные игры, но... Парадокс, но факт, пока не надоело, честно. Честно вам признаюсь, мне не надоело. И не вижу в этом ничего какого-то такого, чтобы было негативно. Я уверен, что долго я в эту игру не проиграю. Хотя, наверное, до момента выхода ТЛ-ки. Но я себя здесь чувствую комфортно. И буду чувствовать себя комфортно до того момента, как я сам это захочу. В этих игр есть прекрасный кайф. Вы можете действительно получить удовольствие. Вы можете как-то затаймить свое время до выхода другого проекта. И в целом ничего плохого не потеряете. Возможно, даже приобретете новые знакомства, новых друзей, новую гильдию. Или вообще в целом просто проведете хорошо время. И уже даже смотря на людей, кто в это играет, я вижу, что люди вполне себе нормально к этому относятся. То есть уже создался пласт людей, которые в этих играх понимают, что и как делать. Им это нравится. В частности, опять же, влияние многих подобных игр также несет... Прости, господи, опять вспомню Геншин. Но все равно идет вот этот пласт людей, которые знают, что вот руны это хорошо. Что мобов надо много звездочек, чтобы получить скиллы. Это все все понимают. Все все понимают. И глаза не закатывают. Это круто на самом деле, потому что уже люди научились понимать эти игры. Summoner War Chronicles. Это неплохая игра. Неплохая игра-сервис в жанре MMORPG. Никаких реферальных ссылок я давать, естественно, не буду. Все, что вы можете попробовать... Кстати, где вы можете попробовать? В Steam бесплатно скачать клиент. Логинишься там через Google аккаунт или другие виды аккаунта, которые есть. В Google Play игра, к сожалению, заблоченная. Только можно через сервис АПК. АПКшки обновляются. Так, если выходят какие-то нововведения в игре, там это все только надо самому скачивать и устанавливать. Дисный минус. Но если, как говорится, игра заходит, почему бы, собственно, это не сделать? Делов-то это на два щелчка пальцев по мышке. Вот. Какие выводы? Выводы. Что самое странное, я их уже все озвучил в самом обзоре. Есть контент. Есть активность групповая. Есть какой-то сам геймплей, который интересен. Есть автобой. Есть ручное что-то. Кстати, за автобой или вручную будет отдельный гайд. Почему я в обзоре не упомянул. Я думаю, что автобой и, как говорится, или ручками я объясню отдельно. Это, кстати, очень важный момент в этой игре. Потому что в подобных играх все же. Ну, автобой, фу-фу-фу. Это будет отдельное видео. И вы поймете почему. Я, наверное, суммонеру из десяточки могу смело поставить за все составляющие твердую семерку. Лишь только потому, что на протяжении месяца игра, конечно, ненавязчиво просила моих денег. Но в данном случае я получил удовольствие бесплатно от нее. И повора, продолжаю это делать. И надеюсь, вы тоже это делаете. Если у вас остались какие-либо вопросы, если вы хотите задать их, я всегда говорю про вопросы. Пишите в комментариях, приходите на стриме, поставьте этому видео лайк. Я, честно говоря, старался все досконально разобрать. Досконально, дотошно. Ну, прям не до самых, конечно, вот этих тонкостей. Тоже все это в этот обзор включите. Ну, если вам это видео понравилось. Ну, такое, конечно, экшоновое, как хотелось бы. Но, в целом, оно было больше такое, знаете, ознакомительное. В общем, вот. Обзор составленный на... После трех недель игры. Максимальная для вас. Так что наслаждайтесь просмотром. Если насладились, вы знаете, что делать. Жду вас на прямых трансляциях. Увидимся на просторах MMORPG, в частности, Summoner War. С вами был Юга. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.